Это сегодня новые автобусы, как на выставке, из кресел еще даже не сняли пленку. Но уже через три дня они выполнят важную миссию. Доставят сотни ребят на главный в учебном году праздник. В преддверии Дня знаний свою оценку им дают директора школы водители. Современные мягкие кресла, отдельное место для портфелей и новая система ремней безопасности. Почти как в гоночных автомобилях, фиксируется все тело, а не только пояс. Для сельских школ такие автобусы вовсе не роскошь, а жизненная необходимость. У меня в школе обучается 1200 человек, из них 380 на подвозе с семи хуторов. И в автопарке школы три автобуса, поэтому этот автобус, он нам действительно нужен. 70 новых автобусов разъедутся во все районы Кубани. С таким подарком перед началом года педагогов и их учеников поздравил губернатор. Мы сегодня делаем реальные шаги, чтобы детство на Кубани было безопасно. Чтобы школьники на Кубани могли в нормальных условиях добираться до школы и возвращаться домой. На самом деле школьные годы должны остаться чудесными. А школьные годы это не только процесс обучения, воспитания, это не только праздники школьные. Это, конечно, и дорога в школу. Какова она будет, дорога в школу, на самом деле зависит сегодня от нас. И она должна быть безопасной, дорога в школу, потому что она тоже часть воспоминаний о школьной жизни. Насколько удобно ученикам будет добираться на занятия, вне Минконтрасе. Проверил лично и проехал в одном из автобусов. Хороший современный автобус, комфортабельный для детей, но что еще лучше надо. По пути заодно поговорили с учителями о системе образования в регионе. Но основные проблемы затронули уже на Краевом педсовете. В числе первых задач для власти сегодня поднять зарплаты школьных педагогов, заявляет глава региона. Да, сложно. Но тогда нет смысла говорить о том, чтобы вы повышали свой уровень образования, чтобы вы жили своими учениками, их проблемами в том числе, если у вас собственные проблемы не решены. К коллегам своим обращаясь, давайте подумаем о бытовых преференциях для учителей. Должны быть какие-то льготы, которые позволяют им ощущать, что они стоят на социальной площадке, которая позволяет им нести гордое имя учитель. Они учителя. И на них смотрят дети. Собраться в преддверии учебного года для обсуждения самых острых вопросов на Кубани уже стала традицией. Но в этом году педсовет проходит в новом формате. В зале около тысячи директоров школ, учителей и представителей родительского комитета. Еще около четырех тысяч смотрят трансляцию на местах, в своих муниципалитетах. В роли модератора – вице-губернатор Анна Менькова. Разговор не о достижениях и успехах в образовании края. Сегодня говорят больше о проблемах и их решениях. Нельзя нам доводить систему образования до того состояния, чтобы ее нужно было жалеть. Ее нужно поддерживать, она должна работать. Мы на нее обязаны опираться, потому что эта система готовит будущее. И чтобы в будущем не пришлось жалеть, как можно скорее нужно решить вопрос с дефицитом школ, уверен Вениамин Кондратьев. Количество учеников с каждым годом растет. И только по самым скромным подсчетам уже через 10 лет понадобится более 200 тысяч новых мест. А значит строить полноценные школы уже нужно сегодня, настаивает губернатор. Сегодня проблема пойти учиться в школу в пешей доступности от жилого дома. Мы сегодня идем по пути типовых школ. И вот эти хотелки, какую хочу, такую наверчу, не пойдет. Одна за 2,5 миллиарда школ, а другая за 500 миллионов. У нас есть сегодня и прошли согласование уже в Минструе и России. Три типовых школы на 400 мест, 500 и 1100. И всякие отговорки, что она не привязывается к участку, но и приниматься не будет. Поэтому давайте не будем играть в новые какие-то проекты. Коллеги, прошу не предлагать. Не надо. Для меня все дети равны. Что в краевом центре, что в отдаленной станице или хуторе. Все. Давайте всем нашим кубанским детям дадим равные условия. Заниматься в современных, хороших, качественных школах. Вместе с тем нужно решать вопрос, кто в построенных школах будет учить детей. Педагоги должны быть современниками своих учеников. В эпоху гаджетов и интернетов доски и МИО уже недостаточно. В этом году Край впервые получит из федерального бюджета более 400 миллионов рублей на инновации в сфере образования. А значит особое внимание нужно уделить повышению квалификации учителей. Наши образовательные организации получили новейшее учебное оборудование. Делалась ставка на то, что это сформирует нового педагога, даст ему инструмент для повышения интереса детей к обучению. Овладев таким оборудованием, наш педагог становился бы своим для учеников 21 века. Оказалось, что важнее хотеть, чем уметь пользоваться этим оборудованием. Проверка образовательных организаций надзорными органами выявила, что часть оборудования не включена в образовательный процесс, на деле не работает на качество образования. Школы это не просто уроки математики и русского языка, а о работе учителя нельзя судить лишь по высоким баллам на ЕГЭ. Куда важнее считает губернатор воспитать думающего школьника, который после будет востребованным специалистом. Ведь личности формируются еще в стенах школ, лицеев и гимназий. Здесь ученикам дают жизненные ориентиры, а учителя служат нравственным компасом. Но эта работа должна вестись с каждым ребенком и не только во время уроков. За академическим баллом давайте все-таки не потеряем троечников или хулиганов. Это активные волевые ребята и девчонки. Так давайте их не будем отгараживать, давайте их не будем загонять на последние парты или ставить в угол. Дать им возможность развиваться там, где они способны, заниматься спортом, переведить их активность в другую плоскость. Школа должна быть центром жизни вот этого микрорайона или населенного пункта, или поселка, или райончика, где она находится. Там можно развить и спортивные секции различные, и в зале делать и единоборства, и игровые всякие мероприятия проводить. Нам же главное, чтобы детей-то с улицы-то убрать. Это основная задача. Школы не должны быть закрыты во внеурочное время. Этот педсовет можно сравнить с хорошим уроком. Отличившихся в подготовке к новому учебному году наградили почетными грамотами. Не обошлось и без домашнего задания. Министерство образования и Министерство финансов Вениамин Кондратьев к следующему педсовету поручил разработать программу поддержки молодых учителей. Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова